Привет, друзья! Я хочу рассказать вам немножко о тренировочном процессе. С этого года мы начали использовать не только обычные стандартные мишени, но и поднимающиеся мишени, так называемые, как я их называю, поднимайзеры. Это очень удобные мишени, у которых есть электрический привод. После каждого выстрела они самостоятельно, без какой-то помощи, поднимаются в исходное положение. И это очень сильно изменило процесс подготовки. Это стало, во-первых, категорически экономить время, порядка в два раза. И, кроме того, сам процесс приобрел стройность и удобство. Теперь на тренировке мы больше концентрируемся именно на стрелковой части, нежели на той, чтобы ходить и поднимать мишени. Особенно это актуально не в такие, например, морозные дни, как сегодня, а тогда, когда на улице жуткая грязь, слякоть или лужи, по которым приходится ходить на 10-20 метров. Кроме того, сами мишени показали, что работают они в любую погоду, даже если ливень на них попадает, они прекрасно работают. Также они работают и в мороз. Давайте я вам поподробнее расскажу об этих мишенях и о том, как мы строим тренировочный процесс вместе с ними. Мишени имеют очень простые органы управления. Это кнопка включения-выключения. Это кнопка для зарядки аккумулятора, который находится внутри. Также штекер для того, чтобы на дальнем расстоянии управлять мишенью. И кнопка программирования. Имеется три программы на разное количество секунд. Одни поднимают через 5 секунд, вторые через 20 секунд, а третья программа поднимает эту мишень мгновенно после того, как она упала. Это может быть удобно, если нужно сымитировать упражнение. Когда ты проходишь его, у тебя все мишени лежат, и ты контролируешь, что они все поражены. А на тренировке и на разминке, естественно, нужно, чтобы мишень сразу поднималась, для того, чтобы повторно можно выполнять было в нее выстрелы. Мы проводим тренировку с разминки, выставляем 6 мишеней в ряд, и этого хватает для того, чтобы полноценно вчетвером отстрелять полностью разминку за 20 минут. В условиях, когда используешь обычные мишени, не поднимайзеры, а мишени, которые нужно вручную поднимать, на это уходит в три раза больше времени. Здесь мы просто успеваем заряжать магазины, выходим на позицию, отстреливаем свою программу, и подходит следующий стрелок. Так что первое, для чего нам лично нужны такие мишени, это экономия времени. Аренда галереи в час стоит, ну, 1200 или 1400, в разных местах по-разному. Так вот, с помощью такой мишени ты экономишь приблизительно 50% времени. А в денежном исчислении, это значит, что по итогу тренировки ты платишь не 3500 за использованное время, а, скажем, 1500 или 2000 рублей. Соответственно, в течение, наверное, года такие мишени окупаются, если приобретать 6 штук. Кроме того, понятно, что данные мишени очень помогают в том, чтобы сконцентрироваться именно на стрелковой части. Обычно, когда мы начинали тренироваться, мы использовали стандартные мишени. На подставках. Значит, проходит цикл, ты заряжаешь 3-4 магазина, у тебя расставлено 30 или, скажем, 25 все мишени. Ты их отстреливаешь, и потом начинается прогулка. Все отбой к мишеням идут, поднимают через грязь, слякоть, лезут перчатками. Некоторые специально приносят перчатки, чтобы не лезть в холодную лужу рукой, а выковыривают там палочками их оттуда, вставляют аккуратно. И на это все уходит намного больше времени, чем на саму стрельбу. Здесь получается, что ты избавлен от такой необходимости. Такие мишени мы используем, во-первых, во время разминки и, во-вторых, во время упражнения. Либо программируя их, либо отставляя на упражнения, которые мы строим, их вдаль. Чтобы, если уж мы что-то поднимаем, мы поднимаем сблизи, а все дальние мишени, они поднимаются автоматически. Я, насколько знаю, многие клубы уже у нас здесь, в московском регионе, обзавелись такими мишенями. И сначала для меня оказалось какой-то блажь и лишние расходы. Мол, зарядка не помешает, мы же спортсмены. Пройдемся, прогуляемся, поднимем мишеньки. На самом деле оказалось, что это необходимость. И сейчас мы приобретем еще дополнительно несколько мишеней. Данная конфигурация для ружья, для пистолета подходит. Но есть тарелки, которые сделаны из броневой стали. И мы можем использовать их для того, чтобы стрелять как по гонгу. Например, на 100 метров поставить такую мишень, из карабина в нее стрелять, она самостоятельно поднимается. И звон слышен достаточно неплохо. Ну и очевидно поражение мишени, когда она падает. Так что вот такая неожиданная новинка сезона для меня когда-то стала. А теперь необходимый атрибут для тренировочного процесса. Мишени выполнены очень качественно. И они сделаны на компонентах, которые выносливы ко всем погодным условиям. Вес такой мишеньки очень существенный, безусловно. Но я бы посоветовал таскать не больше, чем по одной такой мишеньке. Но некоторые берут в одну руку одну мишень, дорогую другую и тащат. Такая становая тяга у них получается. По мне это излишне. Не стоит перенапрягать себе спину. Лишний раз можно сходить за такой мишенью. Так что я категорически рекомендую их использовать для своих тренировок. Они себя окупают в итоге. И ты экономишь и деньги, и время. У поднимайзеров есть очень недорогая альтернатива. Это гонги. Которые представляют из себя металлические пластины, подвешенные разными способами. Иногда роль гонгов могут выполнять цепи или даже кирпичи. При попадании в такие мишени они начинают вибрировать, качаться. И тем самым показывают, что произошло попадание. Они удобные, дешевые, легкие. Также экономят время. Но в них есть один недостаток, который заставил меня отказаться полностью от их использования. На соревнованиях может быть только два положения у мишени. Она лежит и ты попал, или она стоит и ты не попал. А проблема подвесных гонгов заключается в том, что она может научить тебя промахиваться. Ты будешь думать, раз она качается, значит ты попал. В действительности ее задевают несколько дробин. Она раскачивается, но настоящая мишень бы не упала. Контроль поражения мишеней в практической стрельбе. Это очень важный навык, который нужно тренировать. Если на тренировке ты видишь, что твоя мишень не поражена, то ты стремишься максимально быстрее ее поразить, для того, чтобы общее время упражнения сделать минимально. Поэтому до тех пор, пока у нас не появились такие мишени, я отказывался от использования гонгов, по той причине, что не хотел тратить время, деньги, для того, чтобы научиться промахиваться. Наши новые поднимайзеры очень хорошо с этой задачей справляются. Там есть только два положения у мишени. Она упала и поражена, либо она не упала и не поражена. И тогда ты достреливаешь ее дополнительным выстрелем. Тем самым нарабатываешь правильные навыки. Эти мишени были созданы великолепными стрелками и очень хорошими людьми, Аленой Карелиной и Романом Халитовым, которые учредили компанию HitFactor для производства данных мишеней. Разумеется, в описании к этому видео я оставлю все ссылки, необходимые для того, чтобы вы смогли найти эти мишени. Наш тренировочный процесс строится в зависимости от главной цели. В этом сезоне эта цель – чемпионат России. Тренировки планируются таким образом, чтобы все основные стрелковые навыки и физическую форму подвести на пик к определенной дате. В сезоне также есть еще несколько ключевых матчей. И эту тренировку мы посвятили как раз одному из таких матчей – это первому этапу Кубка России по ружью. Как и другие тренировки, это началось с разминки на 50 патронов, которая включала в себя отработку так называемой базы. Стойка, хват, прицеливание, первый выстрел, переносы и так далее. На разминке ставятся две главные задачи. Первая – это делать все под таймеры с максимальной скоростью. А вторая задача, которая не менее важна – не делать дополнительных выстрелов, стреляя максимально аккуратно. Вторая часть тренировки подстраивается специально под конкретный матч. Изучаются брифинги и подмечаются основные точки, на которые нужно сделать упор. А в данном матче – это стрельба сидя, стрельба при наличии бабок, стрельба по свингерам, темповая стрельба пулей на среднюю и короткую дистанцию. Очень часто в России, в зависимости от организаторов, стилю матчей очень различаются. И лучше всего подготовить себя к конкретным условиям предстоящего матча, построив упражнения, которые напоминают, либо каким-то образом пересекаются с теми упражнениями, с которыми придется столкнуться. Например, свингер с керамическими мишенями легче всего поражать из ружья без насадки, стреляя малоимпульсным патроном с большой навеской и мелкой дробью. Но в России хорошие дизайнеры упражнений, и они соскучать не дадут. Поэтому в упражнения с теми же свингерами добавляется пара бабок. Следовательно, если стрелять без сужения малоимпульсными патронами с широкой осыпью и мелкой дробью, да, ты легко поразишь свингеры с керамикой, зато ты также легко поразишь и бабки. А если ты это сделаешь, то, соответственно, сольешь упражнения и не получишь свои очки. Поэтому придется сделать выбор в пользу сужения и потренировать стрельбу с сужением, причем аккуратную стрельбу при наличии бабок, и темповую стрельбу, желательно двойным выстрелом по свингеру с керамикой. А также придется использовать не малоимпульсный, а с хорошим импульсом патрон от азота 30 грамм, который прекрасно подходит для зимы. Точно так же, проанализировав все ключевые точки матча, ты подбираешь все компоненты оптимальным образом и тренируешь их, чтобы подойти к самому матчу бабки оружия. Стрелки в России не избалованы климатическими условиями. Мы тренируемся и в морозе, и в слякоти, и под дождем, но это не значит, что мы не должны использовать какие-то интересные идеи для того, чтобы облегчить наш процесс и сделать его более комфортным, при этом экономя время. Например, таким способом, как использование вот таких поднимайзеров. А на этом у нас сегодня все, и в скором времени увидимся с вами опять. Счастливо! Счастливо!